Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Пшатова Ирина Викторовна, художник-оформитель Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию музыкальную гостиную «Священная война». 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале для уходящих на фронт была впервые исполнена песня «Священная война». 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихотворение Лебедева-Кумача, начинавшееся словами «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Замысел этих стихов возник у поэта еще в предвоенную пору. По свидетельству Евгения Долматовского, за несколько дней до нападения гитлеровских полчищ Лебедев-Кумач под впечатлением кинохроники, где показывались налеты фашистской авиации на города Испании и Варшаву, занес в свою записную книжку такие слова «Не смеют крылья черные над родиной летать». Стихотворение в газете прочитал руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил, будем разучивать новую песню «Священная война». Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни, печатать не было времени, а певцы и музыканты переписали их в свои тетрадки. Еще день на репетицию с оркестром и вечером премьера на Белорусском вокзале, узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. Вид вокзала был необычен, все помещения до отказа заполнены военными. В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост. Артисты ансамбля поднялись на это возвышение, и у них невольно зародилось сомнение, можно ли выступать в такой обстановке. В зале шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает. Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, на суровых лицах видны слезы, и это волнение передается исполнителям. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь, пять раз подряд, пел ансамбль «Священную войну». Так начался славный и долгий путь песни. С этого дня «Священная война» была взята на вооружение нашей армией, всем народом. Стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. Ее пели всюду, на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. В летописи Отечественной войны есть немало героических эпизодов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня гимн. Один из них относится к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Севастополя заняла оборону в пещере. Выдолблены в скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту естественную крепость, забрасывали ее гранатами. Силы защитников таяли. И вдруг из глубины подземелья послышалась великая песня. Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы завалили пещеру. Не сдались советские воины ненавистному врагу. Василий Иванович Леберев-Кумач еще в годы Гражданской войны был автором многих красноармейских песен. В годы мирного строительства его стихотворение «Песня о родине», «Если завтра война» и многие другие, положенные на музыку, стали поистине народными песнями. В творчестве Александра Васильевича Александрова военной песне принадлежала основная роль. Будучи руководителем ансамбля красноармейской песни и пляски, он написал десятки прекрасных подлинно-патриотических произведений. Александр Васильевич родился в крестьянской семье в селе Плахино Михайловского уезда Рязанской губернии. С детства у него обнаружились музыкальный слух и хороший голос. Своё музыкальное образование он получил в регенских классах Петербургской певческой капеллы, где был солистом, и в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Великое и разнообразное композиторское наследие Александрова. Он автор опер, симфонических хоровых сочинений, песен, оригинальных обработок для хора русских народных и военных песен. Но подлинными вершинами Александрова, композитора, были песня «Священная война» на слова Лебедева-Кумача и музыка гимна Советского Союза, которая с новым текстом является государственным гимном Российской Федерации. Александров имел воинское звание генерал-майора, кавалер орденов Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Ленина, лауреат Государственной премии СССР. Александр Васильевич Александров умер в Берлине 8 июля 1946 года во время гастроли ансамбля. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ